Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Надеюсь, в постоянном для себя и привычном режиме, соответственно, в курсе всего, что здесь происходит. Сегодня, как обычно, понедельник сегодня? Понедельник. Как обычно, по будням, но в летнем режиме без пятницы. Пятницу мы отдали дачникам, потому как, мне кажется, люди разрываются между необходимостью полоть редиску и слушать интересную программу. Поэтому полите себе редиску спокойно. С понедельника по четверг, четыре дня в летнем режиме в неделю, с восьми до десяти программы живые, куда приходят, приезжают, прилетают, приплывают. Очень интересные коллективы. Один из них сегодня здесь. Традиция у нас сложившаяся уже достаточно давно звучит так. Первая песня, после чего я знакомлюсь с коллективом поименно, называя группу. Ну и, само собой, те, кто слушает эту песню, уже могут составить себе представление о том, что в течение двух часов будет происходить здесь в музыкальном плане. Соответственно, кто-то останется с нами до конца программы, а кто-то чаю с ромашкой и баиньки. Как всегда, живой звук в программе живые. Поехали. Субтитры подогнал «Симон»! Бум-бам! Давай, вставай, руки поднимай, головой качай, забудь печаль. Давай, давай, не отставай, руки к небу поднимай, из стороны в сторону качай. Ай-яй-яй-яй-яй! Все же хорошо, только что дождь прошел на солнце, уже сушит ложи. Смотри глубже, дыши чаще, эмоций больше, ты же настоящий. Все же хорошо, только что дождь прошел на солнце, уже сушит ложи. Смотри глубже, дыши чаще, эмоций больше, ты же настоящий. Хватит бормотать себе под нос, как все плохо, если не трогать оголенный провод, не ударит оком. Забудь ныть и будь готов жить. Перед тобой мир открытый, ну так и двигайся в ритме. Апофео, саунд, система, слушай за бетонные стены. Сыреканалы правый, левый, тут-у-ту-там раскидывает темы. Смотри, бам, свои не смелые, дыши массы, ради денег, копия. Смотри, бам, свои не смелые, дыши чаще, эмоций больше, ты же настоящий. Мой брат смотрит в телеэкран, там большой брат пасет стадобаран. Это бум-бам, колокола, звук, очнитесь, нам к имени в пору добавлять потребитель. Аква-оркестер, красная пилюля, новое лекарство, отмечанство мы вернулись. Часто тому миру привезти свежесть улиц, руки вверх, вот и директор, симфоний пошел. Бум-бам, давай, вставай, руки поднимай, голову качай, забудь печаль. Давай, давай, эй, не отставай, руки к небу поднимай, с стороны в сторону качай. Бум-бам, давай, вставай, руки поднимай, голову качай, забудь печаль. Давай, давай, эй, не отставай, эй, давай, 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 не, не отставай. Давай, давай, девчонки, двигаем бедрами, модными мы плавными качаем. Аккордами мы бедрами гребем, распространяем позитив. Во все стороны мира открываем пути. Запустим все, пусть не покрывать, пусть не твоя голова. Пусть идет моба, куда только и нет. Дождь, лара, регей, волна, все острова и континенты. Накрила, цунами, да не отставай, давай, танцуй с нами. Все же хорошо, только что. Дождь пришел, но солнце уже сушит души. Смотри глубже, дыши чаще. Эмоций больше, больше, больше настоящий. Все же хорошо, только что. Дождь пришел, но солнце уже сушит души. Смотри глубже, дыши чаще. Эмоций больше, ведь ты же настоящий. Спасибо. Лабвакар. Лабвакар. Так принято говорить, я так понимаю, в Латвии. Но мне приятно произнести, это просто потому, что ребята приехали к нам из Риги. Этот коллектив, забавно, конечно, получилось у них с поездкой на фестиваль воздух, мы поговорим об этом тоже. Апофеоз Оркестра, или Апофеоз Оркестра, да, если иметь в виду такое русское произношение. Можно же Апофеоз Оркестра? Можно Оркестр Апофеоза. Оркестр Апофеоза, да. Так, чтобы не грассировать Оркестра и не делать вид, что мы говорим с вами на ломаном английском, латышском и русском. Давайте уж как-то так. Оркестр Апофеоза. Можно вас так? Всё, договорились. У кого-то, по-моему, телефон включён был. Вы в студии прямого эфира, ребятки, отключаете. Блякает чего-то. Давайте представляться будем. Итак, Рита Дрейманы. Правильно так произносится фамилия? Можно и так. Добрый вечер. А как нужно? Дрейманы. Дрейманы. Да, Дрейманы. Хорошо, красиво. Это вокал. Вокал коллектива. Ещё один вокалист коллектива. Захар Ковалевский. Всё правильно, Захар Ковалевский. Здравствуйте. Бас-гитарист Апофеоза. Я имею в виду апофеозный бас-гитарист. Можно так сказать. Игорь Артёменко. Это я. К микрофону хотя бы раз за эфир, ребятки, надо подойти. Не-не, он нормально работает. Вот в него. Видишь, горит лампочка красная. Здравствуйте. Привет из Риги. Привет-привет. Гитара Андрей Жильский. Здравствуйте. Плохо тебя слышно. Отрыви, пожалуйста. Сиди. Вот, давай, дай. Добрый вечер. Спасибо тебе большое. Значит, Евгений Беляшонок, гитара. Сейчас он подойдёт. Всем привет. Молодец. Саксофон. Надо к микрофону, надо к микрофону. Ревиз Жуковский. Саксофон у микрофона. Саксофон у микрофона. Микрофон у саксофона. Ну, и единственный человек, у которого свой собственный эфирный микрофон, своя собственная конура, ну, пусть прозрачная, но зато личная. Это барабанщик коллектива с, пожалуй, самой популярной в Латвии фамилией Антон Дудко. Привет. Привет. Всем спасибо за честь. Я очень рад. У меня есть свой микрофон. Вот. И у тебя есть своя кухня, что очень важно. Человек на кухне с собственным микрофоном. Если захочешь что-нибудь сказать, ты махни мне, чтобы я его включал вовремя. Ладушки. Намёк понял. Это не намёк, это прямое указание. А когда лампочка горит, микрофон включён. Когда не горит, вот как сейчас, микрофон выключен, его можно двигать. Вот именно в этот момент. А я же говорю, выключен. Ты же видишь? А лампочка там, да? Лампочка у меня. У меня всё в руках. Всё у меня в руках. Просто если ты начнёшь его двигать, когда она горит, будет грохот стоять в студии, это не очень хорошо. Итак, апофеоз оркестра или оркестр апофеоза, коллектив, приехавший к нам из Риги. Как называлось первое произведение ваше? То, что мы сыграли, называлось «Бум-бам». «Бум-бам». Очень понятное название. Главное, глубокомысленно. В принципе, понятно, что музыка, которую вы играете, это музыка для того, чтобы человека качало. По-настоящему качало. Фьюжн, регги, хип-хоп, всё вперемешку. Вот это и есть, собственно говоря, коллектив, который сегодня здесь. Вы ехали в Карелию на фестиваль «Воздух». И, по моей информации, вас задержала эстонская таможня. Вот я бы понимал, если бы это была российская таможня. Да, латыши едут. Мало ли, с какими целями едут люди из Европы в Карелию кормить мошек и, собственно, этих комаров по вечерам. Наша таможня могла бы придраться. Нет, придралась эстонская. Что они от вас хотели? Они нам сказали, вы в очереди не стояли. Смотри, как у него хорошо получается. Я когда-то в свое время думал, что это прикол. Ну, что эстонцы так разговаривают. Ну, думал, что смеются. Как-то однажды, даже не однажды, дважды, даже трижды пришлось пообщаться с эстонцем. Я его спросил, правда же про вас говорят, что вы несколько медленные и слегка тормозительные? Он говорит, кто тебе такое сказал? Спасибо большое, ты ответил на мой вопрос быстрее, чем я даже думал. То есть как в очереди стояли, не понял. Оказывается, чтобы поехать в Россию, нужно... Из Латвии. Ну, как бы мы ехали через Эстонию, потому что Эстония ближе к Петрозаводскому. То есть из Латвии это получилось бы крюк, и мы решили, что поедем-ка мы прямо через Эстонию. А ехали вы сами на своем транспорте? Естественно. Мало ли. Мы же... Я понимаю. Не продолжай, я уже понял. Угу, так. В общем, подъезжаем мы к эстонской границе. То есть вы умнее эстонцев, я понял. Подъезжаем мы к эстонской границе. Так. Так. Становимся в очередь. Ага. Стоим в этой очереди, ну, полтора часа. Так. Подъезжаем к пограничнику. Пограничник проверяет документы. Куда-то уходит. Забирает документы. Забирает документы, уходит. Возвращается. И говорит, а вы же в очереди не стояли? Я говорю, как это мы не стояли в очереди? А что это такое? Он говорит, это еще не очередь. А что это? Оказывается, оказывается, для того, чтобы перейти эстонскую границу, нужно, подъехав, чуть-чуть не доезжая до эстонской границы, повернуть направо. Там на эстонском языке такой указатель и написано что-то. А вы понимаете эстонский? В темноте. Конечно. Конечно. Вы говорите на эстонском, я так понимаю, на литовском, на латышском, вы же все, да. Мы же прибалты. Прибалты, да. Мы же все знаем. В общем, там нужно взять билетик из трех, из четырех букв, цифр, на котором написано примерно приблизительное время, когда тебя примут на границе. И вот это приблизительное время, которое там... А время московское, извини. А у нас сейчас одинаковое. Да хорошо так. Ну, чтоб не попутало, да. Сейчас гораздо удобнее с этим одинаковым временем. С одной валютой. Давай, давай, продолжай, продолжай. Ну, в общем, взяли мы этот... Не, мы даже не взяли билетик. Еще помимо того, что надо взять билетик, этот билетик еще стоит денег. Да ладно? Да. Дорого? Шесть евро. Подожди секундочку. На автомобиль или на каждого? На автомобиль. Чтобы встать в очередь, надо купить билетик из шесть евро. Чтобы встать в очередь, надо купить. А чтобы выйти из очереди? Это зависит от того, сколько пройдешь на парковке, потому что парковка платная. А выезжать мы по этому билетику должны были через восемь часов. Но мы психанули и поехали на другую границу. И там эта очередь была не восемь часов, а всего лишь там два часа. Так. Но как бы еще там два часа переезда этой границы будет. К лесам. Так. Ну, в общем, ребята приехали позже. Я сообщаю тем, кто не очень в курсе. Они приехали позже своего времени, которое должно было у них объявлено и заявлено было как время выступления на фестивале воздух. Там пришлось двигать немножко всю эту программу. Но ничего, главное добрались и главное сыграли. Было очень здорово. Я, в общем, на самом деле, конечно, сожалею, но, с другой стороны, вы еще не переезжали украинскую границу. Я сейчас говорю без всяких привязок. Вот в то время, когда ничего еще не происходило, мы, помнится, ехали тоже на своем транспорте, но я разговляю на украинской мове, и тут вдруг приходится заполнять некую декларацию. Она на украинском. Я понимаю украинский, но недосконально. Но кое-какие вещи я там мог где-то сомневаться. А люди русские, которые вообще не понимают по-украински, бегают с выпученными глазами, подбегая друг к другу и орут, что такое хутро, а что такое шкира. Ну, хутро, чтобы вы понимали, это мех, а шкира – это кожа. Да. И вот там в этой декларации надо просто помечать, везете ли вы мех с собой, ну, меха, да, везете ли с собой кожу. И бегают они друг к другу, спрашивают, и все говорят, я вообще не понимаю, вот там проходить границу? Бесплатно, в общем. Нет, ну, в смысле, если нормально, то бесплатно. Не надо 6 евро платить, но для того, чтобы пройти эту границу русскоязычному человеку, надо заплатить, тогда было украинскому милиционеру, хотя бы 500 рублей, чтобы он заполнил декларацию, потому что он говорит на украинском, естественно, он понимает. Ну, в общем, вы, слава богу, добрались, и мы этому безмерно рады. Вчера у вас был концерт. Да, у нас вчера был концерт. Где? В Москве в клубе Джао, да, китайский летчик Джао, да. Это был наш второй концерт в этом клубе. А в России? Третий. Пятый. Пятый, 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 да. Замечательно, то есть вы стали уже такими более-менее постоянными гостями в Российской Федерации. Да, мы стремимся, мы... Кто-то в Европу, а они из Европы к нам. Как приятно осознавать, что есть разумные люди в Европе. Спасибо вам за это большое. Давайте петь дальше, не будем терять время. Кстати, надо сказать, что вы представляете сегодня только песни с одного альбома, или, в общем, творчество целиком, как могли, зацепили? Наверное, нет, мы еще не можем представить творчество целиком, мы представим какую-то часть творчества. Хорошо. Потом поговорим о том творчестве, которым, собственно, занимаетесь сколько лет, ну, это все такая тема, тоже любопытная, я думаю, аудитория будет об этом услышать. Как называется следующая песня? Не любишь ты меня? Уеду далеко. Русская народная, я так понимаю, латышская хороводная. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня оркестр апофеоза. Мне так приятно это произносить. Погнали. Я с детства людей люблю, мог целый день просидеть в кафту, чтоб не попасться на глаза никому. А кого-то в школе хулиганы били, и мне бы тоже доставалось, но меня тупо не находили. Жена послала за хлебом, я отказался. В отместку. Только в день рождения она ушла к соседу, зову ее обратно, барабаню в стенку. Со мной одна проблема, со мной одни проблемы. То ли спиваться, начинать, то ли податься в секту, ходить звенеть бубенцами. Лови свет, лови свет, встретил друзей. Оказалось, я не в курсе, что я с привета. Но прежде чем идти на самоубийство, я делаю последний решительный шаг, и теперь и грипстер. Одеваюсь в секонд-хенде, слушаю модные песни, отрастил городу и наплевать мне, если честно, на то, что не любишь ты меня. Не любишь ты меня. Меня никто не любит. Никто. Меня никто не ждет. Я соберу пожитки, уеду далеко. Далеко, далеко. А никому не надо. Меня никто не любит слева и справа, сказали, я не подарок. Никто не играет со мной, во дворе мяч пасовали, кому угодно, только не мне. Ой, эй, я стала одиночка, суперагент, знаю все про всех в этом дворе. Однажды я следила, как мальцы следили, как мужики за девками следили, всем прилетело. Простите. Минули годы, я на районе дымбокна, ниже стекла, солнце слепый светет, моя подворотня, плюс тридцать звук на полную пятница. Каждый день, каждый день, как сегодня. Жизнь удивительна, когда ты вне толпы, ты не аутсайдер, ты в абангарде, так и знаете. И все становится только лучше, день от дня. И мне, конечно, все равно, если ты, например. Ау, не любишь ты меня. Ау, не любишь ты меня. Меня никто не любит, меня никто не ждет. Я соберу пожитки, уеду далеко, далеко, далеко. Ау, не любишь ты меня. Меня никто не любит, меня никто не ждет. Я соберу пожитки, уеду далеко. Меня никто не любит, меня никто не ждет. Я соберу пожитки, уеду далеко. Меня никто не любит, меня никто не ждет. Я соберу пожитки, уеду далеко. Меня никто не любит, меня никто не ждет. Я соберу пожитки, уеду далеко. Спасибо. Спасибо. Оркестр апостей. Оркестр апостей здесь сегодня. Апостей оркестр, так называется, коллектив из города-героя Риги. И надо заметить, что не так просто бывает, естественно, людям извне России попадать вовремя на программу «Живые». И вот сегодня они здесь не вовремя, мне кажется. В том плане, что надо было сначала сыграть, а потом концерт дать. А вы наоборот сделали. Сначала концерт, а потом к нам попали. Может быть, даже больше народу бы пришло. Хотя к вам, я знаю, пришло немало людей на концерт. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Хорошо, что хоть кто-то пришло. Пришло? Да. Хорошо, хоть кто-то появился. После такой песни грустно. Я понимаю, что сейчас тебе совсем тяжко. Три рубашки твои вспомнились вдруг неожиданно. Кто пишет тексты? Ну, мы как бы что-то сами, что-то... Что-то как-то? Что-то где-то? Микрофон подтяни к себе, ну не стесняйся. Не стесняйся, Захар. Захар Ковалевский в основном пишет. Еще у нас есть Никита Матвеев, который не приехал с нами. Так его эстонцы задержали, что ли? Настолько плотно. Он тоже иногда пишет что-то. Привет, Никите. Он, кстати, ваш коллега. Замечательно, дай ему здоровье. Да, он ведущий на радио. В каком? СВХ+. Русскоязычное радио, я так понимаю. Хорошо. Андрей Фаулт пишет. Я почему, собственно, вспомнил о вашем концерте? Вчера были на концерте в Москве, сегодня слушаем в эфире. Спасибо за позитив, который продолжается второй день. Спасибо. Люди все-таки после концерта даже решились еще эфир послушать прямой на всякий случай, чтобы, наверное, добить себя уже этими очаровательными песнями, так, чтобы получить по полной. Очень стыдно, но мы почти те же песни играть будем. Ну, почему же стыдно-то? Чего стыдиться? Песни ваши, они красивые, они хорошие. Если кто-то может сказать тот же Фаул, может сравнить, как это звучало на концерте, как это звучит в эфире, между прочим, интересно, расскажите, как, ну, то есть, хорошо ли. Аудитория у нас очень трепетная, она и за звуком следит, и за качеством того, что делают музыканты, и всякий раз сообщают, что не так, если вдруг что-то не так. Уже напрягся. Это очень полезно бывает. Не напрягайся, ничего. Если я вспомню анекдот про собачек, не буду рассказывать, но там про напрягся, а кто-то расслабился. Двигаемся дальше. Коллектив существует, я так понимаю, не так давно, года три. Как это? Ну, с 12-го года. Ну, мы начали играть живьём примерно так, с 12-го года и начали. До этого мы что-то там компьютерное пытались сделать, на это записывали какие-то слова. Ну, как бы нельзя сказать, что мы ничего не делали, каждый что-то делал до этого, вот мы так собрались, и теперь вот с 12-го года, будем считать, что с 12-го года существует оркестр апофеоза. То есть группе три года, можно так сказать, коллективу три года. Это хорошая дата. Можно, кстати, даже примерно в это время летом мы и собрались. Значит, юбилей отмечаем. Хоть маленький, но всё же приятно. Надо заметить, что до эфира я успел выяснить, что вы киношники. Да. А что ты за такую грустью-то об этом говоришь? Ну, это же хорошо. На работу завтра. В этом смысле. Занимаетесь съёмками кино, рекламой и так далее? Да. Или чего больше? Что снимаете? Снимаем. Я монтирую. Понятно. А что снимаем? Я художник-постановщик реквизит. Кто снимает здесь? Кто здесь снимает, если вы киношник? Хорошо. Мы помогаем. Мы помогаем. Хорошо. Что это за призвищение? Что это за фильмы? Фильмы разные. Художественные, документальные, короткометражки. Обсуждали это, да. И художественные, и документальные, и всякие разные короткометражки. Очень много реклам. В основном делаем те, которые по Латвии. И фильмы большие делали. Из самых интересных проектов был этот «Дети мисс Айрен». Это о польской женщине, которая спасала еврейских детей во время войны в Польше. Почти как список Шиндлера? Да. Такая, типа, другая версия. Это было мощно. Это был очень большой проект. Слишком. Это интересно. А мне интереснее было именно с российскими, русскими, российскими производителями, режиссерами, операторами. Вот как недавно с тем же Вячеславом Россом или горячо любимой Еленой Владиславовны Николаевны. Это, кстати, украинский продакшн. Ладно, извини, украинский, но все равно те же самые русские. Замечательные люди. Какая разница? Какая разница страна-то? Большой привет товарищу музыкальному тоже, можно сказать, другу Горбунову хочу передать. Отлично. Мне очень понравилось работать с ним, и он отличный музыкант. Я уже до сих пор слушаю его диск. Спасибо большое, Алексей, за подарок. Вот. Видишь, как хорошо заодно и вспомнили человека. Да, 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 еще как. А почему, а нет, секундочку, вот мне все-таки нравится этот подход. Сначала говоришь, что тебе очень нравится делать то, это, снимать кино, потом говоришь, ой, завтра на работу. Так я не понимаю, где, тебе все-таки нравится или не очень? Мне очень нравится. Просто вот мы приедем, и я прямо, вот, вот, прямо вот сразу. Просто обратная же тоже граница. Эстонская? Нельзя знать. Ну, только что на российской границе мы простояли... Не на российской, мы простояли на латвийской границе часа три, и российская граница прошла в обыкновенном режиме. Еще в три часа. Нет, ну, сорок минут, там, час. Это нормально. Да, это абсолютно нормально. Но два часа на границе, не больше. Мы же уже привыкли. Потому что хочется отдаться в работе, конечно, так уже на максимум. А вот трудно за дороги. Можно просто, хочется отдаться. Отдаться? Да. Захару. Вот я и подумал, Захар-то почему об этом с такой-то оскоркой? Захар обычно хочет. Это хорошо. Значит, мужчина еще в самом рассвете. Я такой, когда мужчина перестает хотеть, это трагедия для женщины. Для мужчины ему все равно уже. Он перестал хотеть. А у женщины могут быть траблы. Поэтому пока хочет, слава богу, Захар. Слава богу. Давай двигаться дальше. Что это будет? Деньги. Песня про деньги. Ну, в принципе, так и называется. Деньги. Деньги. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня апофеоз оркестра из города Риги, Латвия. Поехали. Деньги. 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 Все вокруг. Побелон система, деньги каждый день. Деньги, 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 все вокруг только и делают, что деньги, деньги каждый день. Побелон система делает деньги каждый день, деньги, каждый день. Город кипит, умит, бурлит, и всем этим дышит это соучастник. Если здесь стремишься выжить, ты же механизм, а часть ты шестеренка, заклепка. Хотя и кажется тебе, что жмешь на кнопки, и с самого утра ты готов работать, работать. Кредиты, трясина, болото по локоть, если хочешь хорошо отдыхать, хоть иногда, то бла-бла-бла-бла, работай нон-стопом. Деньги, деньги, все вокруг только и делают, что деньги, деньги каждый день. Люди делают деньги каждый день, Побелон система, деньги каждый день. Деньги, 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 все вокруг только и делают, что деньги, деньги каждый день. Побелон система делает деньги каждый день, деньги каждый день. Деньги каждый день, прибыль каждый день, способы делать деньги быстро Хитрисплетение, аферы, ограбления, выстрелы, как правило То, что легко пришло, уходит легче, еще один неоплаченный счет Ты посмущен, вот и перед выбором, но не выбирай криминал Не делай деньги идолам, что посеял, то и пожал И как же дальше жить? Ты должен это сам для себя решить И ты такой же, как и все, в костюме робота И твоя главная забота, много денег заработать Смотреть вперед или швер, покоря на лестнице, топать Меньше болтать не по существу, не быть ли шокой Ты концентрируйся лишь на своем пути, из таких как ты и единицы И даже не присядь Потерять готовы ценности, что были близки, но что поделать, если деньги так нужны? Как будет хорошо, когда Как же будет хорошо тебе, когда Люди поймут, что это не игра, не игра, не игра Что карма придет не одна А со своими друзьями И деньги тогда, ну и деньги тогда будут, значит, ничего Равно пусто Деньги, деньги, все вокруг только и делают, что Деньги, деньги каждый день Люди делают деньги каждый день Павелон, система, деньги каждый день Деньги, деньги, деньги Все вокруг только и делают, что Деньги, деньги каждый день Павелон, система делает деньги каждый день Деньги каждый день Деньги каждый день Спасибо. То есть это сейчас, я так понимаю, упрек был тем, кто делает деньги, или благодарность? Моя позиция насчет зарабатывания денег следующая. Что деньги зарабатывать, конечно, нужно в современном мире. Без этого никак, но не надо делать из денег смысл жизни. Мик, это не очень, типа, идея, что смысл моей жизни зарабатывать деньги. Нет, ну есть люди, у которых ничего другого не получается. Парадокс, да? Ничего другого не получается. Есть люди, которые, собственно, и живут ради того, что, ну, вот те, кто зарабатывает колоссально. Вот кому-то липнет, а кому-то нет. Вот есть такой склад человека. Может человек пахать, заниматься полезным делом, а, в принципе, как был среднего, так сказать, достатка, так и остается. А есть те, кому они липнут. Ну и что им остается делать? Только и делать деньги. Причем на всем. Подряд. Да. Ты так смотришь на человека, чем ты занимаешься сегодня? Сегодня трубами. А завтра, а завтра асфальт кладу. Ну, в смысле занимается асфальт. И ничего себе, и вполне себе. О, да, да, да. Так бывает вообще наоборот. У человека нет другой опции, кроме как делать хоть чуть-чуть денег, а иначе он не проживет. Правильно, правильно. Ну, кому что? Кому музыку, кому творчество, кому деньги. Для кого-то зарабатывание денег тоже творчество. Я просто встречал таких людей, для которых зарабатывание денег – это процесс креативнейший, между прочим. Вот Остап Бендер, например, такой, товарищ. Ты понимаешь? Вот из ничего, на простом месте. Ведь зарабатываешь? Ну, это красиво, это так даже благородно. Да, где-то даже, наверное, романтично вот именно так жить и так вот зарабатывать. Я не умею. Тут как-то все сложнее. Евгений Рыжков пишет. Вот «Привет из Питера», пишет Евгений. Привет. Скажите, есть ли в планах еще посещение нашего славного города этим летом? Если что, можно поднять ту тему с «Ривервейк-клубом». Я думаю, вэкбордисты просто сильно нуждаются в вашей солнечной музыке после катания. Ребята сделали ремонт, у них появился аппарат. Обещаю в этот раз собрать аудиторию больше, чем фишфабрики. Тихо, тихо. Почему после катания, а до катания? Нет, подожди. Тоже очень важно. Речь о другом немножко. Вы, в общем, готовы согласиться с тем, что можно попробовать еще разок? Нужно. Нужно. Хорошо, договорились. Евгений, я думаю, вас услышит. Наталья Устинова пишет. Интересно, как относятся родные жители родной страны к творчеству на русском языке? И поете ли вы на своем родном? Если да, то услышим ли сегодня? Помнишь на фестивале эти девочки латышские, ты мне рассказывал? Нормально относятся. Конечно, если бы мы на латышском пели, то, возможно, мы бы были... Деньги, деньги, деньги. Да, типа того. Больше денег, деньги, деньги. Ну, вообще, как-то нормально нас воспринимает и латышская публика. Харни скромничает. Не то, чтобы нормально. Очень много было таких случаев, когда совершенно вот такие латышские латыши, потому что он же, как и во многих странах СНГ, есть какое-то поколение, которое до сих пор, как мы, наполовину так, наполовину так, а более модные, более такие, вот они латыши, вот они вот. Они, конечно, по-русски не очень, ничего, все вот чистые латыши, да? Молодняк, ничего не знает. Вот я коренной латыш. До сих пор никак по-русски. Нет, это очень хорошо по-русски. Есть такие, которые, в самом деле, не понимают ни по-русски, не говорят ничего. Так радуются, слушают, и самое-самое веселое еще и поют вместе с нами, не ведая что. Но им нравится. Не ведая, что творят. Вообще никак. То есть они совсем уже по-русски не говорят? Вообще не говорят, по-русски вообще практически не понимают. Молодые люди, вообще никак. Ну, спрашивать, хорошо это или плохо, я не буду. По мне, так, это нормальный, естественный процесс, между прочим. Нет, ну как? Ну, допустим, если бы, к примеру, француз не понимал по-немецки, вы бы его по этому поводу не сильно... Ну, и не понимаете, и ладно. французы с немцами в одной стране особо-то и не жили, и... Согласен, согласен. Особо не жили, да и не особо не жили, но... Вообще, группа в Латвии допущена к таким местам, в которые остальные русские группы не попадают. Это как так? Ну, вот есть такие места, где играют в основном... Все из-за саксофониста все. Потому что он коренной, да? Да. Он показывает паспорт, и нас пускает. А, вот так. То есть, в принципе, в группе... Я так понимаю, в группе в Латвии нужно хотя бы одного коренного латыша иметь в своем составе, чтобы пускали туда, куда остальных не пускают. Я так понимаю. Ну, Майлз Дэвис же говорил, что в джаз-бенде должен быть один белый. Ага. А кто у вас белый? А, я понял. Саксофонист. Все, мы выяснили, кто у вас белый в коллективе. 46... Кстати, я забыл сказать, братцы, как с нами связываться. 46-47. 46-47. Это короткий номер для ваших смс-ок из России. 46-47 сначала свои, пробел, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу в группе. Официальная группа ВКонтакте, группа своего радио. Там давно уже выложен анонсик с фотографией, а в самом тексте анонса группа Апофеоз Оркестра выделена синим. Значит, активная ссылка, кликая на которую, вы оказываете в сообществе этого замечательного коллектива. Мы делаем все, чтобы вас как-то вот больше-больше-больше узнавали. Там же под этим анонсом можно отписываться, то есть ваши впечатления туда. Можно видеть, это тоже важно, что все, что в этой студии происходит, вам нужно зайти на сайт своего радио, своерадио.фм. Там сверху есть плеер, в плеере слева онлайн-аудио. Это чтобы слушать, справа онлайн-видео, чтобы смотреть, нажимаете онлайн-видео, и вот оно вам счастье. Картинка от Планеты.ру. Спасибо планете за это великолепие. Там же, кстати, есть и чат, в котором тоже можно что-либо отписывать. Мы тут тоже пытаемся что-либо вычитать. Ребята, на автобус успел, слушаю эфир, звук супер, Александр Курбацкий. Класс. Кто такой Александр Курбацкий? Он тут был с нами. А, вот этот молодой человек, который начал рисовать ваш... А-а-а-а, понял. Что касается звука, давайте скажем спасибо Михаилу Шкаренкову, звукорежиссер программы «Живые». Спасибо. И, соответственно, радуемся мы тому, что качество звука оценивают ваши. Наш звуковик, Саша Курбацкий. Это очень ценный... Вообще, я люблю звуковиков, которые приходят в студию, вставляют актеров на стенки и уходят из студии, потому что отдают должное людям, которые работают в этой студии. Часто так не бывает. Бывает, приходит звукорежиссер коллектива и настаивает на том, что только он может сделать хорошо, в итоге форшмак в результате на выходе. Часто так бывает. Но наш не такой. Наши пельмени может сварить. Пока вы поёте. Во время чека, например. Может предсказывать погоду. Вон оно как. Он сейчас слушает, радуется, я так понимаю. И про пельмени это правда. Что значит, правда? Варит пельмени во время... Он отлично готовит. А, в этом смысле. Просто я думал, что во время работы, пока вы играете, он пельмени варит. Тоже может. Тогда мастер. Ну, давайте дальше. Что это будет дальше? ЛСМ. ЛСМ? А есть какая-то у этой аббревиатура? Любовь спасёт мир. Вот, спасибо как. Тогда давайте погнали. Как всегда, Живой Звук. В программе Живые. Здесь сегодня Апофеоз Оркестра. Из Риги. На всякий случай напоминаю. Поехали. Лидеры мировых держав Что-то решают, Плетут интриги Друг другу угрожая Зачем нам война? Есть и другие перспективы Только любовь спасёт мир. И не меня за непропутный сон, В котором я не думал о тебе На земле Люди собрали башню до небес Высоко И видят мир такой Полный дураков Им не нужна любовь Им надо танцевать до утра И вместо Я люблю тебя Я люблю себя Твердят Планета плакала Сто пятьдесят дней Океан укрыл Тогда все беды На земле Я слушаю Ваше дыхание Я сохраню Своё чистым сознание Мы убежим из Вавилона Навсегда далеко Где не больно быть стариком Тепло и легко Все еще люди любят Люди любят Теперь хорошо там будет Эту любовь мы миру дадим Она спасёт этот мир И же сегодня Мы снова будем свободны Лидеры мировых держав Что-то решают Плетут интриги Друг другу угрожая Зачем нам война? Есть и другие перспективы Только любовь спасёт мир А мне нужна война Только любовь Нам не нужна война Только любовь Нам не нужна война Только любовь Нам не нужна война Любовь спасёт мир Когда-то люди умели летать Но позабыли как Разучились верить, любить Разучились мечтать Велись в пути Заблудились в лабиринте Вот и всё Порвалось сериадный нить Нас запутали совсем Нам подменили ценности Быть самим собой Нам часто не хватает смелости Мы забываем, что не всё Можно за тёпи купить И как сороки Бросаемся на всё то, что блестит Но как же найти свой путь? Когда вокруг Соблазны Вавилона Так их подчиняют дух Есть миллионы путей Невозможного почти нет Зачем сидеть в темноте? И идти на свет Мне очень трудно подобрать слова Но этот мир уже совсем сошёл с ума Красную-красную кровь питает земля Любовь спасёт мир Но спасётся ли сама? Лидеры мировых держав Что-то решают Придут интриги Другому угрожая Зачем нам война? Есть и другие перспективы Только любовь спасёт Там не нужна война Только любовь Там не нужна война Там не нужна война Там не нужна война Любовь спасёт мир Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наш слушатель из Украины спрашивает Можно Заходите к нам на этот ВКонтакте Апофеоз Оркестр Там можно Скачать? Можно скачать нельзя, но можно спросить Ответят, где скачать На Саундклауде можно послушать Саундклауд Это слишком сложно произносить Апофеоз Оркестр проще, я понимаю Гораздо проще Кстати, вы постоянно переглядываетесь с девушкой Иди, иди, иди Ну, насчет там скачивания И вообще, где найти Легко и просто Есть такое www.apofyos.info На сайте Там дальше ссылки Просто сразу Вы даете возможность скачивать Да, я так понимаю, свою музыку Ну, как бы Мы даем возможность скачивать Зайдите Но можно и купить в iTunes Вот Я к чему и спрашиваю Как в Европе смотрят на то, что люди бесплатно скачивают В России уже привыкли к этому И музыканты говорят Да и бог с ним, мы на концертах заработаем Как вы относитесь к тому, что люди бесплатно качают вашу музыку? Нормально Все, спасибо большое Ответ короткий, лаконичный, мне очень нравится Вы все время переглядываете с этой девушкой в желтом Кто это? Представьте, пожалуйста А что, симпатичная девушка? Ну, понятно А вы переглядываете со всеми симпатичными девушками? Мне интересно Я лично не переглядываюсь Рита Ну, всякий раз вы смотрите на нее, она вам что-то подсказывает Кто это? Илон Директор группы Ну, наконец-то Директор группы Илона Она знает все Она строгая девушка Она никогда не улыбается Даже себе в зеркало, я так понимаю Нет, улыбается, хорошо Она умеет этот лоу-кик делать Как это ты говорил? Удар? Иди к микрофону, иди Сейчас она покажет нам лоу-кик, я так понимаю Когда они меня расстраивают, я говорю, что я умею Я свободно владею ударом по ногам Чему меня научил мой старший брат И, собственно, они стараются Они верят Они верят, да, верят на слово Они не проверяют Как часто мы тебя расстраиваем С ними хорошо играть в перферанс Если они всему доверяют Никогда не проверяют Ты понимаешь? Давай Кстати, Илона, если вы ее попросите Может сесть на шпагат В прямом эфире Илона, сядьте на шпагат, пожалуйста Подставили тебя, девочка Сядь на шпагат, пожалуйста Вот только там где-нибудь Там, где в кадре было бы видно Сядь, пожалуйста, на шпагат Я все равно верить не буду А аудитория посмотрит Она готова, посмотрите Она ради своего любимого коллектива Как директор готова сесть на шпагат Это гениально Такого еще в этой студии не было Когда директор коллектива Ради успеха коллектива Илона, можно вставать? Где она? Вот она Но я подумал, может быть, что-то порвалось Там провода какие-нибудь, условно говоря Она же села прям по центру Очень хорошо, очень красиво Спасибо большое Вот что мне хотелось бы сейчас Немножечко более так, может быть, всерьез пойти В России есть тема От которой меня подташнивает Но эта тема существует И эту тему в свое время заложили в головы Роколюбивых и любящих музыку потяжелей людей Как русский рок Что такое латышский рок? Можете мне объяснить? Есть ли какой-то сакральный смысл у термина Латышский рок? Коренной латыш белый человек Расскажи, пожалуйста Расскажи, пожалуйста, нам Что конкретнее? Вот видишь, какой он правильный вопрос сейчас задал Он правильный задал вопрос Когда в России говоришь русский рок Вопросов, что конкретнее, не возникает Все понимают, что это песни Про разорву рубаху, про березку Про осень И так далее Что такое латышский рок? Не, ну так Если смотреть глобально Вообще, что прослышано во всем мире Есть такая довольно-таки Скажем так Этно-рок-металл-группа Очень прославленная Skyforger Из Латвии Она, в принципе, довольно известна в Америке И, ну, как бы, это один из брендов Который, как бы, идет везде Ты в этой группе играешь Это как рижский бальзам Известен во всем мире Начнешь про Ливи рассказывать Ну, как, ну, продукт, как бы Так, ну, и мы сейчас выйдем на тему Skyforger Но, если так смотреть чисто локально Ну, типа, там, на алтышском языке Там более, как бы, вклад в развитие Там, как бы, рок-музыки как таковое В принципе, есть такая известная группа В Латвии известная группа Сомневаюсь, что в России Иннокентий Марплс Нет-нет-нет, Иннокентий Марплс Это уже более известен в бэкграундах Таких, андерграунд Ливи Группа Ливи Она, в принципе, ну Это латышский рок Это латышский рок Нет, я в чистом таком, как бы Он конкретный человек Он нормальный человек Он отвечает на конкретно Что такое латышский рок Это Ливи Да У меня другой Вот, они даже не понимают Они даже не понимают этого Друзья, я обращаюсь к аудитории Русской аудитории Российской, украинской Эти люди даже не понимают Что значит термин русский рок Какие вы счастливые люди Вы просто вот Я сейчас искренне рад тому Что вы живете в иной Реальности, в ином мире Не, на самом деле понимаем Вот в чем проблема Он прикидывается У меня разводит Тут стоит Не, ну вот Если взять 80% Русскоязычных групп В Латвии То они как раз работают В этом направлении Русский рок Да Может быть, это как раз причина Почему их не берут В те клубы В которые пускают апофеоз Правду глаголят Угу Но в моем понимании Чтобы вы понимали Русский рок Это рок на русском Латвийский рок на латвийском Немецкий рок на немецком Французский Нет ничего более Никакого сакрального смысла В этом нет Но просто был период Когда я воевал с аудиторией Другой радиостанции Доказывая им Что музыка делится всего на два жанра На хорошую и плохую Больше жанров не бывает А стили Это уж другая история А мне доказывали Нет, русский рок Вот Земфира Это русский рок Ромашки Русский рок Гениально Агата Кристи Это русский рок Король вертолета Это русский Откуда там роком Не пахнет Группа Чаев Это шансон Причем классный Красивый Но шансон Какое отношение они имеют Это классная музыка Но к року Это не имеет отношения Если брать рок Ну Алиса Это рок Ария Понятно что С коммунистичной Но тоже рок И тоже на русском языке Все остальное Во многом Никакого отношения к року не имеет Вы не понимаете Даже Насколько эта тема В России Среди слушателей Так сказать Такой живой Гитарной музыки Насколько она важна Если ты поешь Про любовь и про цветочки Это вообще не рок Уйди отсюда Уйди Запах с тобой Говорят они Понимаешь Надо петь Про бунт души Про рвущееся сердце Про кровь из вен Ну так чтобы рифм Про рубашки Про рубашки Ну вот Точный ответ На ваш вопрос Ну Митрохин И Дюк Бэнд А Градский Все время сказал Когда есть в группе Живые барабаны И электрогитары Это уже рок Значит вы играете рок Спасибо Я знал что она Посмотрит на меня Странным взглядом У нас Как-то в Латвии Кажется Микс ФМ ради Или как это назвали Барды Барды А барды Как здорово Что все мы здесь Вас барды Вас барды Нас да Вы барды Нас однажды назвали барды У нас есть вопрос Уважаемые барды Хорошо что мы сидели А Ну Ну Хорошо А кто это человек Который задавал вопрос Взрослый молодой Это было на радио Мы А вы просто не видели человека Не видели Хорошо Может быть он таким образом Кто знает Люди любят бардов Может быть это комплимент Ваш адрес был такой А с другой стороны Кто такой бард Бард тот кто сочиняет И поет сам Правильно Под гитару Вот у вас две акустические гитары Замечательные Вот вы и есть барды Барды с саксофоном Барды и белый человек Из Латвии И на латышском Ну Есть Бардас Это Это бороды Не знал такой тонкости Ну просто ритмоется Я теперь понимаю Почему в России Все барды бородатые Они просто знают латышский Какая следующая песня будет Суперсила Как всегда живой звук В программе живые И сегодня здесь Замечательный Рижский коллектив Эпофеоз оркестра Погнали Жизнь не сахар Ни шоколад Ни лакунат Никакие тебе Ни игрушечки И чтобы справляться С супер проблемами Тебе необходимо Суперсила Голова не болит И уже хорошо Значит можно делать шоу Ну что Я пошел Раз-два Раз-два В микрофон Говорю слова Какой я молодец Как залифмовал Бра Что же еще умею я Что же могу еще Сладко спать Покушать вкусно Но это не в счет Могу в шахматы играть Смотреть по телеку Хлутбол И кричать громко Если забивают Гол Если бы я был Чуть-чуть повыше И пошире в плечах Если бы все на свете знал И на гитаре умел бренчать Если бы мысли хитал И передвигал предметным взглядом Если бы только Если бы я был Чуть-чуть повыше И пошире в плечах Если бы все на свете знал И на гитаре умел бренчать Если бы мысли читал И передвигал предметным взглядом Если бы Если бы Я суперсилой Не наделен А очень-очень жаль Я тогда так бы жег Весь мир бы дрожал Против суперзлодеев Один Супергерой В костюме глупом Борюсь с несправедливостью Злом Псевдоним Захам Буква С на животе За покой и безопасность В этом мире Я бы потел Один против зла После себя Сею добро Но без суперсилы Тяжело Ой, как тяжело Если бы я был Чуть-чуть повыше И пошире в плечах Если бы все на свете знал И на гитаре умел бренчать Если бы Зачитал И передвигал предметным взглядом Если бы Только Если бы Только Все свое детство Я мечтал стать космонавтом Ракет и двигатель Ревет И я в скафандре В иллюминатор Машу рукой Своей родной планете Которая становится Все меньше и меньше Невесомости космос Из тюбиков еда Как жаль, что не осуществилась Моя мечта И я не стал Тем, кем так хотел стать Так что космос без меня Звезд мне не достать Если бы я был чуть-чуть повыше И пошире в плечах Если бы все на свете знал И на гитаре умел бренчать Если бы мысли читал И передвигал предметным взглядом Если бы только Если бы только Если бы я был чуть-чуть повыше И пошире в плечах Если бы все на свете знал И на гитаре умел бренчать Если бы мысли читал И передвигал предметным взглядом Если бы только Если бы только Если бы только Если бы Спасибо! Да на здоровье. А вот Александр Скремитов пишет, он латыни, бардус, дурак. Вот человек, который вам вопрос задавал, он все-таки на каком языке говорил-то, мне интересно. Он не латыни упоминал, может, он оскорбить хотел. Может быть. Ай-яй, надо проверять эту историю. Так, я кое-что тут обнаружил, поэтому обязательно зачитаю. А передадите Женесу или Женясу, как правильно, гитарили апофеозы привет из Риги, Вадан. Вадан. Кто такой Вадан, скажи, пожалуйста. Иди, как правильно, Женес или Женяс? Вадан, привет! Я знал, что это ты, потому что это был Женяс. Женяс все же, да? То есть Евгений, знаешь, Женяс? Ну, я плохо владею, простите, латышским, поэтому... Мы тоже не в курсе. А-а-а! Это не звучит как латышский, да? Женяс! А почему не звучит? Это литовский, это литовский. Это литовский скорее, да? А почему тогда тебя Женясом называют? Ну, это надо спросить у Вадина. У Вавана? Понятно. Вадан, да, Вадан, прошу прощения. Значит, Юля Узова вот что написала. Вроде бы не мое, в кавычках, все эти регии и фьюжены, слишком они позитивны. А вовсе нет. Интересная форма музыки. Фантастически в смесь таких южных ярких жанров замесили что-то размеренное, спокойное. Необычное звучание, приятные голоса, интересные тексты цепляют однозначно. Ну, что сказать, когда... Спасибо сказать. Это обязательно. Вежливый человек обязательно скажет спасибо, правда? Поэтому правильно. Ну, когда человек, вроде как, сразу говорит, что не его музыка, любит немножко другую по стилистике, но даже это не дает повода и право человеку сказать, что это плохо. Аудитория своего радио, она давно уже привыкла к тому, что в любой музыке есть какая-то изюминка. Эту изюминку надо просто рассмотреть. Если даже это не твой вкус и, возможно, не твоя музыка, которую слушаешь каждый день, надо уметь обнаруживать в другой музыке, в другой стилистике то, что-то интересное, любопытное. Вот она дальше пишет. У меня сегодня от бессонной ночи не температура, а какое-то странное восприятие. Не жалею, что не заснула и дождалась таки живых. Человек не жалеет. Спасибо еще раз. Дважды вежливый человек. Знаете, по такой музыке очень хочется собраться большой... О, интересная тема. Юлия Воробьева. По такой музыке очень хочется собраться большой кучей позитивного народа где-нибудь на природе, возле озерка, ближе к сумеркам, поставить палаточки, пожарить хлебушка на палочках, запить квасочком. Костерок потрескивает. И, эх, вот она жизнь, вот он кайф. Вы барды. Вы такие барды. Но если Юля под вашу музыку хочет попечь в костерке хлебушка, поставить палатку, так, чтобы комарики и птички... Все, барды. А на мой взгляд, это комплимент. Я хотела сказать, что да, это комплимент. Причем огромный комплимент. Вот что сейчас вдруг возникло у меня по ходу всего творящегося в этой студии. Нам еще одна песня, мы заканчиваем час, но на перерыв уже уйдем. Кто-то говорил, два часа много. Я вас умоляю, время прилетает незаметненько. Вот какую тему хотелось бы сейчас потрогать немножко. Музыкой вы занимаетесь вместе вот в этом коллективе три года. Но до этого наверняка как-то где-то кто-то поигрывал, да? Тот стиль, та стилистика, скажем, музыкальная, которая у вас сейчас, это пришло само или все музыканты играли что-то... Кто-то тяжелый метал, например, играл. Ну, я не знаю. Например, Рэйвис, я уверен, он играл в тяжелой группе. На саксофоне ведь только в тяжеляке. Там же как-то прошибать надо. А Рэйвис не только на саксофоне играет. А на чем еще? На нервах. На нервах, конечно. Рэйвис, на чем еще играешь? Ну, я, в принципе, могу вон заместить самого длинного нашего участника группы. Бас-гитару? А самый свой первый концерт Рэйвис играл на барабане. Ага, кстати, да, возможно, да. Так, так. То есть мультиинструментальный... Белый человек в коллективе есть? Yes, I am. Образование музыкальное есть, естественно. Не законченное. Ну, обычно духовики и вот эти вот смычковые все, они... Вот я именно смычковые и не закончил. Так ты смычковый? Да. А это я сам научился. А, саксофон? Самовладел саксофон. Вообще звучит как самовладел саксофоном. Двусмысленно звучит весьма. Ну, то есть это самоучка, по сути дела, да? Да. А чего так? Контрабас слишком тяжелый. Не-не, кстати, контрабас тоже играет. Дома есть, валяется. Пыль стираю. Так. Но так, в принципе, ну, как я еще ребенок советского времен. И в этом периоде когда-то выехать куда-то, ну, за кордон довольно такие... Ну, сами знаете, о чем мы тут не подчеркиваем. Ну, вот, и как бы, чтобы делать там вылазки всякие, ну, как можно было с коллективами. Ага. Ну, и, соответственно, как бы, где коллективы, которые катались больше, ну, там были серьезные детские там оркестры, там, хоры, бла-бла-бла, всякое такое. Я действовал по принципу, в группу требуется контрабасист, изучу-ка я контрабас. Да. Хочу поездить, хочу поездить по Европам, поиграю-ка я в детском коллективе духовиком. Вот так, кстати. Да-да-да, и мне, ну, как еще, ну, как там было, напил годы, несовершеннолетний. Да, и там удавалось, что у меня еще сохранился паспорт с СССР. Первый мой. Паспорт саксофониста. Ну, да. Скажем так. Но ты поездил в итоге? А, да-да-да, Австрия там. Ну, то есть не зря учился. Не зря учился. Как минимум учился на этом инструменте. Опыт еще, знаешь, поддерживаешь. Клево. А есть у кого-то вообще музыкальное образование? Есть. Мы вообще этим можем гордиться. У нас в группе есть весьма-таки образованные, не только образованные участники, еще и непосредственно преподаватели, преподаватели музыки, наш гитарист. Иди, скажи, что нет. Скажи, уж не стесняйся, Андрей Жильский. Скромный парень. Очень-очень крутой преподаватель. Музыкального нет, но педагогическое имеется. Педагогическое? Нет, музыкальное тоже было до этого, в колледже учился пару лет. Именно на гитаре? Именно на гитаре. А потом получил педагогическое образование, стал педагогом. А потом совместил одно с другим, теперь преподаешь гитару. Нескольких шиплонов. Этим и зарабатываешь? Да. Ну, музыка вряд ли, ведь мы, возможно, заработать всего. Ну, как? Он зарабатывает музыкой. За хармаловато платит, да. Приходится. Турис. Спасибо большое. Спасибо. У нас с вами есть сейчас обязательная часть программы. Надо песенкой какой-то закончить час, потом мы минут пять пойдем поддыхаем. Подышим. Вернемся в студию чуть позже. Что это будет за песня? Мой город. Или на море летом. Или на море летом. Ну, давайте решайте. На море летом. Давайте на море летом. Каптик, даже живой звук в программе. Живые здесь сегодня Апофеоз Оркестра из Риги. Погнали. На море летом хорошо, как хладный дырит ветер, чудесный вечер. И фонари нам светят. Мы рады всему на свете. На море летом хорошо. На море летом хорошо. Прохланы дырит ветер, чудесный вечер. Фонари нам светят. Мы рады всему на свете. Большой пляж под ногами. На море летом хорошо. Тысячи звезд пламя. И мы все черные. Но где бы ни были мы, горят огни даже ночью. Ведь мы сияем, как фонари. Лето зовет тебя к себе. И ты внутри. Такая красота вокруг. Посмотри, мой друг. Посмотри, мой друг. Мы остаемся наблюдать цунами. И только море над нами. Все как в тумане. А мне хорошо. На море летом хорошо. Прохладный дует ветер, чудесный вечер. И фонари нам светят. Мы рады всему на свете. На море летом хорошо. На море летом хорошо. Прохладный дует ветер, чудесный вечер. И фонари нам светят. Мы рады всему на свете. Хорошо. На море летом. На море летом хорошо. На море летом. Сон по ногами Сон по ногами Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Апофеоз Оркестра — это коллектив из Риги, Латвия. Замечательная группа, которая качает и которая дает там возможность чувствовать себя в светлом, оранжевом окружении. И студия сама по себе, надеюсь, ребятам помогает чувствовать себя так же тепло, уютно и комфортно. Пауза была большая, поэтому надо бы сразу спеть чего-нибудь. Конечно. Что это будет? Снег. Хорошо. После лета в паузе была группа «Нэпс» песни «Зима», а сейчас очень хорошо и, кстати, будет от вас песня «Снег». Как всегда, «Живой Зуб» в программе «Живые». Поехали. Так. Да, паузу надо запомнить. Давайте так, 46-47, пока гид... Все? Поехали? Поехали. Зима на земле, в воздухе виснет весна. Где-то пролетает лето, там, где нас нету. Тепло, так тепло, а у нас белым-бело, будто профилактика на кабельном. Встаем за светло, ложимся затемно. По дороге в май замело все указатели. Попасть туда трудно, будто в Соединенные Штаты. Это моя грин-карта, ждите до марта. Я этой зимой заведу подругу. Займем с ней угол, вместе перезимуем в югу. Крепко, будто наклее, так будет теплей. Зима рисует нам узоры на стекле. На окном снег, на деревьях снег, повсюду снег, и даже на машинах снег. На дома снег, на дорогах снег, белый снег, снег, чистый белый снег. За окном снег, на деревьях снег, повсюду снег, и даже на машинах снег. Снег, на дорогах снег, белый снег, снег, чистый белый снег. Зима, зима Как никогда, я кажется не видел солнца месяца так полтора Я заскучал, я даже пью горячий чай Я в шарф закутался, но все равно замерзаю Был бы медведем, проспал перлоги по всю зиму Проснулся лишь весной зеленой и красивой За окном снег, на деревьях снег, повсюду снег И даже на машинах снег, на домах снег, на дорогах судьбе Белый снег, снег, чистый белый снег За окном снег, на деревьях снег, повсюду снег И даже на машинах снег, на домах снег, на дорогах снег Белый снег, снег, чистый белый снег Что вот это было, вот это вот в конце, что это было, что это выкрикнуло? Я не услышал, я расскажи Разбирайся Что это ты сейчас сказал? Это то, что я иногда выкрикиваю А что это значит? Эппа Эппа, а это что такое? Рита у нас сербка Ей можно Даже так Рита сербка А вот белый пришел Давай Новая поконяла Белый человек Единственный в коллективе белый человек Так Есть такая Иппа Иппа Она эппа Да А что значит по-сербски в таком случае эппа? По-сербски это ничего не значит Ничего Ну в смысле Эппа это ничего Вообще, в принципе, с вами, мне кажется Хорошо действительно у костерка посидеть Да не просто посидеть, а еще и выпить Потому что после вот час с небольшим Я понимаю, что я начинаю хмелеть А что такое эппа? Она у нас сербка Что значит на сербском эппа? Ничего не значит В итоге зачем мы об этом говорили сейчас? Я-то надеялся на смысл Это мы Это мы Я надеялся на скрытые смыслы А смысла их нет Это очень про нас Как вы живете вообще, в принципе, имея в виду вне музыки? Вы как-то вместе отдыхаете? Куда-то вместе ходите? Или музыка музыкой? Работа, как сказать У микрофона работа на сцене Это работа на сцене А дальше каждый раз ехался по своим собственным делам Знаете, у нас началась такая шиза Нам это нравится И мы, в принципе, все время вместе Вот всем коллективом? Ну да, там, типа, убежать на работу Что-то поделать И быстро-быстро вернуться Чтобы потом что-то продолжить с... С группой С группой, да Да, у нас есть своя студия Которую парни строили своими Своими золотыми руками Сами Как я вас понимаю А Рита сачковала Как я вас понимаю Эту студию мы тоже строили своими руками Я уже поделился Поинтересовался Насчет вот этого Звукоизоляции ты имеешь Которую у нас? Так Что-то он заглядывает куда-то Демонстрационного ковролина А У меня вот это белое очень У нас просто черное все Демонстрационный ковролин Да, да Демонстрационный ковролин Ты еще больше людей не стоять Это именно он Я потом технологию расскажу Это Это ноу-хау Или хау-ноу Не знаю Но я думал Я надеялся, что это будет ноу-хау А не хау-ноу И слава богу, что оно Нау-хау для нас и стало Имея в виду хорошая звукоизоляция И правильный звук в студии Эффективно и красиво Это правда Спасибо Как приятно Опа Да Что это значит? Ничего А у меня опа Я не серп Я не серп просто Двинемся с вами дальше И мне интересно Вот какую сторону Сейчас немножечко вас качнуть С одной стороны Понятно, что кто-то из музыкантов Вполне себе может зарабатывать музыкой Но вы же работать должны где-то Ты же там сказал, что приходишь с работы И пошел репетировать Кто из вас чем занимается? У нас Антон Барабанщик Он барабанщик Только барабанщик Ну да Хотя последние полгода Он возил еврокомиссаров На Так, это конфиденциальная информация Почему? Я же не спрашиваю Как фамилия еврокомиссара И на чем возил Зачем ты их возил? Водителем работал? За 50 евро в день Ничего так у вас еврокомиссаров возят В Риге сейчас такая вещь происходит Уже закончилось Ну, слава богу Ну, последнюю зарплату я еще не получил Так что хватит палить Подожди секундочку Если ты стесняешься своей работы То я тебе скажу так В этой студии среди музыкантов были Гидрометеорологи Были банковские работники У айтишников морик Кстати, айтишники играют очень много Во многих коллективах Были пожарные Кого только не было Да нет, тут не в стеснении дело Ну, я там подписывал бумаги Вообще-то там Дул в трубочку каждое утро Когда приезжал Ну, я тебя в трубочку-то дуть не попрошу Нет Просто я для себя Ты возил еврокомиссаров Все, вот этого достаточно Нет, вообще я музыкант Спасибо тебе большое Вообще, в принципе, да В Риге Евросаммит А, Евросаммит Саммит, да Ну, пускай Саммит Пускай, главное, чтобы Шабаш Все понимали, все правильно Евросабаш Так, давай ты расскажи, пожалуйста Ты чем зарабатываешь себе Кроме саксофона? Executive of IT System Management То есть айтишник тоже Да Ты посмотри Вот опять же, еще одно подтверждение Во многих коллективах реально Он врет Он тоже работает на правительство И боится ехать в Крым, поэтому Да, он айтишник в госдепартаменте Госдепартамент Латвии Это тоже конфиденциальная информация? Да Я же сказал, что правильно Единственный белый человек в коллективе есть Так, что ты с никому не проболтаешь Хорошо, хорошо А почему тогда на эстонской границе были проблемы? Мне кажется Потому что не на латвийской же Эстонская, да И для них это ни о чем не говорящая информация Я понял Ты чем зарабатываешь? Я монтажер А, да-да, ты говорил, что монтажер видит То есть это твой заработок, по сути дела Ну, да А Рита? Сербка? Нет, Захар еще, он, между прочим, и режиссер, и оператор И он много чего делает И всякие видящие Это я монтажер Ну, вообще-то Именно поэтому у группы до сих пор нету клипа Ни одного Сапожник без сапог, собственно, классика жанра Именно Так что если есть хорошие режиссеры, операторы И монтажеры Которые готовы нам помочь Welcome Но будет сложно С Захаром непросто работать Ну, в общем, да Он знает свое дело Барку изнутри, и поэтому будет требовать Рита, чем ты заработаешь? Тоже киносфера Художник, постановщик, реквизитор То есть это все твой заработок? Это мой заработок Гениально Гитаристов надо опросить с басистами Давай, Игорь, рассказывай У меня несколько источников заработка Это в основном небольшое, но уникальное производство шнурков Шнурки? Тянущие шнурки без резинки Слушай, мне нужны коричневые Очень большой ассортимент Плоские Я не могу найти плоские коричневые шнурки в Москве Ты понимаешь? У меня есть классные ботиночки такие осенние, шикарные И у них коричневые шнурки Я везде вижу коричневые, как червяков длинно круглые А вот плоских коричневых не могу найти На ложным платежом он вышлет Все, спасибо, визит Неправильно, неправильно В следующий раз привезем В следующий раз Подожди, подожди Какой размер? Что значит размер? У шнурков есть 7 размеров Давай поговорим об этом Длины Давай поговорим об этом И все евростандарты Какой самый длинный, скажи мне? 1,2 метра 1,2 метра Метр 20 Самый длинный Ну, это может быть длинновато А чуть поменьше? 1,1 1,0 Наверное, метровый Метровый, коричневый, чистый Или георгиевский Вот цвет Ты имеешь в виду коричневый, светло-коричневый? Да, да, да Есть варианты Не-не-не, по-моему, светло-коричневый нужен Светло-коричневый нужен Такой между темным и светлым Такой серединистый вариант Ну, еще я занимаемся Мы как хобби Как бы занимаемся Хай-энд звуком Как бы именно записями Ну, это неинтересно Где шнурки нужны? Еще делаем коптилки Коптилки, коптилки, коптилки для чего? Хай-энд И коптилки И шнурки Холодного копчения А-а-а Опять же, по уникальной технологии все Эксклюзивное производство Круто А еще я ращу сына, но это как Вложение обучения За это не платят Это как раз оттягивает А я однажды пошел в магазин купить шнурки Мне надо было длинные шнурки Метр шестьдесят купить шнурки Я так это Вот схожу к продавщице со шнурком Который до пола так свисает Говорю, у вас есть шнурки метр шестьдесят? Она так смотрит на нее Говорит, что ты мне рассказываешь? Метр тридцать А ты знаешь свой рост? Да И ты вдруг подумал Неужели я жил с метром тридцать И не понимал, что это мой рост? До сих пор Так, ребятки Давайте мы гитариста тоже опросим Раз уж поехали Женя, Андрей Женя Моя профессия, наверное, называется Короче всего Логист Логист где? В транспортной фирме А что делает логист в транспортной фирме? Так, в двух словах В двух словах перевозки грузовые А, то есть ты рассчитываешь куда, когда, какое время, кому куда ехать? В том числе, да Понял, понял Спасибо Андрей? Как уже было упомянуто, преподаю гитару То есть это вот единственная возможность заработка для тебя? Ну да Круто Все Все, мы выяснили важные вещи, потому что это иногда бывает и забавно, и интересно Узнать, где же работают музыканты Теперь надо петь Следующая песня называется «Бестолковый день» Как всегда, живой звук, в программе живые Апофеоз оркестра здесь сегодня Погнали С самого утра звенит будильник, но навряд ли Что-нибудь меня поднимет вовремя с кроватки На термометре галяк На календаре четверг Плюс неторопливо по стеклу сползают капли Делаю сну с десятый раз и проклинаю все Кричу «Заткнись» неодушевленному предмету Бессмысленная беготня, не знаю сам зачем Это потеря, потерь Этот путний день И чем же отличается из Кашил respectable других? На Википеде ответа мне надо про полицию Я не танкист армянский Не украинский юрист И для меня это всего лишь Бестолковый день Вряд ли когда-то учителя заставят учить эту дату Делать ничего. Не охота даже думать лень Сегодня что? Сегодня Бестолковый день Вряд ли когда-то учителя заставят учить эту дату Делать ничего, не охота даже думать лень Сегодня без тобой день Вряд ли когда-то учителя заставят учить эту дату Делать ничего, неохота даже думать лень Сегодня без толковый день Вряд ли когда-то учителя заставят учить эту дату Делать ничего, неохота даже думать лень Сегодня без толковый день 281 день от начала года именины Герман и Сергей Но поздравлять их неохота В этот день был последний концерт Баба Марли с Вачин, Че Гевара И Чикаго пылала в пожаре Ядерный взрыв на 15 килотонн В Латвии в 88-м был образован Народный фронт Троцкий в своем письме Стучал в ЦК об опасности Растущей власти генерального секретаря В России, день командиров кораблей В США, национальный день детей Что происходит и откуда эта канитель Да лучше бы я спал в этот Десталковый день Вряд ли когда-то учителя Заставят учить эту дату Делать ничего, неохота даже думать лень Сегодня что? Сегодня бестолковый день Вряд ли когда-то учителя Заставят учить эту дату Делать ничего, неохота даже думать лень Сегодня бестолковый день Спасибо, спасибо На здоровье, смотри-ка, появились ваши поклонники Те, кто знает творчество, вот Анастасия Харрис Может быть, знаете такое, нет? Ну, девушка латиницей Пишется так, ух ты, новый текст у бестолкового дня Сюрприз, классно Что значит новый текст? Каким он был? Эту песню мы записали И написали и записали С Ваней Алексеевым Но из МС Я сейчас решил его куплет не исполнять Почему? Постеснялся А, ты в том смысле, что эстонцы, если что, следят Понимаю, а еще выехать придется Шучу Альбомчик вы мне привезли Спасибо вам за это большое Называется альбомчик «Неболови» Правильно? В группе 8 участников И тяжело очень найти название, которое всех устроит Не, подожди, а я разве сказал, что это плохое название? Почему-то сразу оправдываться-то начал Не очень понимаю Ну «Неболови» называется, так? Да Какой по счету это альбом у коллектива? Первый То есть единственный пока что альбом Да И здесь собрано, ну если не все творчество, безусловно То самые лучшие ваши песни как? Ну нет Как водится? Просто здесь собраны 13 песен 13, по-моему, да? 13 Я не могу посчитать пока лень Цифрек там нет 13 Да Ну Почему 13 или? Нет, я спрашиваю Почему не лучше? Ну Лучшее, наверное, еще не написано Ах, вот как Вот с этим я готов согласиться Когда человек не останавливается на месте, даже когда делает хорошо Значит он человек творческий, растущий Клёво Клёво А думать вправду ли не хочется просто наслаждаться этой музыкой и кайфовать? Пишет Константин Твёрдый По-моему, это комплимент Вы же для этого музыку делаете Да Люди кайфовать Да Тоже Да Можно Хорошо Хорошо А что касается кайфа Понятно, что вы когда работаете на сцене Сейчас я имею в виду, выходите на сцену Вы же получаете какую-то отдачу от зрительного зала Кто ваша основная аудитория? Молодые, пожилые, девочки, мальчики, не знаю Ну вот кто эти люди? Айтишники Ну в общем, если так Либо представители департамента Очень часто встречаю каких-то людей Которые говорят А я вот был у вас на концерте Мне очень понравилось И в следующий раз я возьму на концерт Свою там маму, дедушку, бабушку То есть людям кажется, что это такое как бы Без возрастных ограничений, что ли Ну хорошо Но ты когда пишешь тексты, да Когда вы делаете А кто разжировочки-то делает Все вместе садитесь и делаете Окей Вот ты же понимаешь, что это музыка Ну, регишного такого формата, да Fusion Это музыка, мягко скажем Не самая популярная, условно говоря Не самая коммерческая Значит, вы на кого-то должны рассчитывать На какую-то аудиторию Это люди с мозгами, не знаю Это люди, для которых важно и хочется Прямо сейчас, в данный момент Придя на концерт Просто оттянуться, получить какой-то релакс И ни о чем другом не думать Ну вот что ты вкладываешь? Я редко встречал публику без мозгов Может... Поезжай на нашествие, увидишь Их много там Ну... Я серьезно говорю Дети пива же Мы их так называем для себя Ну это, наверное, прискорбно Да Мы, наверное, делаем так Потому что нам так, типа, нравится Ничего мы не прогнозируем особенно Не выдумываем, что мы хотим Этой песней зацепить Шестнадцатилетних девочек А этой песней То есть маркетинга никакого Да, к сожалению Абсолютно бестолковое творчество Понятно Да Он на все пытается серьезно отвечать Ну, в общем, понятно Вы занимаетесь тем, что нравится Да и бог с ним Кто любит, тот поймет, что называется Здорово Давайте петь дальше Потому что Потому что что? А, есть ощущение, что я знаю эту песню Тогда Я мало знаком с творчеством коллектива Но вот эту песню Если название я правильно понял Тогда надо подпевать Микрофон не выключай Я тогда убью весь кайф от сегодняшнего вечера Если я начну петь, ребята Вам придется выйти из этой студии Потому что уши ваши не выдержат Как всегда, живые звук в программе «Живые» Здесь сегодня по филосоркестры Погнали Потому что все есть у меня Ничего мне не надо Все есть у меня Почему? Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Ничего мне не надо, все есть у меня Надо быть среды, голубая лента На меня небо смотрит, хмуря облака Подумай про вчера, четверга Так будет проще просыпаться с утра Но много думать вредно Долгай ногами землю, лети кверху Прошлая пролог, пою песню, сынок И мы поем, будто хор при этом Многие из нас, но на алкогол И проснуться свежее ветра Я люблю этот мир ежедневно Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Ничего мне не надо, все есть у меня Почему? Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Ничего мне не надо, всё есть у меня Весна в городе моём, уже зелёные деревья Зима закончилась нежданно, но я не жалею всё Тип-топ, и воздух обвиняю Как ты сошли с ума, и на них собаки ланят Всё понятно, без слов, и солнцем припекло На моей улице тепло, на моей улице светло И хочется гулять по парку до позднего вечера И спрятать глубоко в шкаф все зимние вещи Потому что всё есть у меня Потому что всё есть у меня Ничего мне не надо, всё есть у меня Море, цвет, лёда, вкус, а учись тема тут Радуюсь я и смеюсь, свежий как грейпфрут Всем проблемам в лицо, если у проблемы есть лицо Хмурая, как буря, вот ему карикатура И серая жесть летит за горизонт Давай мне свою руку, мы высоко Переменам впереди и прошлого не жалко, ни дня Потому что всё есть у меня Ничего мне не надо, все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня Потому что все есть у меня А так вот деды с латвийские Это по-латвийски Это по-латвийски Ничего мне не надо, все есть у меня. У меня, потому что все есть у меня. Потому что все есть у меня. Ничего мне не надо, все есть у меня. Спасибо за свой родной. Какой язык вы считаете родным-то? Какой считаете, правда? Мы живем в стране, где нормально несколько родных языков. То есть и русский, и латышский считаются родными? Конечно, я считаю это огромной привилегией. Данита одинаково плохо пишет на всех трех языках. Да. То есть поэтому она считает это привилегией, я уже понял. Нет, а мне всегда было, правда, дико интересно. Это просто по факту. Ну, скажем, я полжизни провел в Украине. У меня, если иметь в виду Украину, то мама из Донецкой области, там сейчас где ДНР. Ну, она сейчас, слава богу, не там естественно, там только вся родня моя. По маминой линии отец из Днепропетровска. То есть, по сути дела, я полжизни провел тоже так, мотаясь, будучи школьником, из России в Украину. Страна была одна, поэтому не было никакой разницы. Я тоже чувствовал себя весьма кайфово в России, потому что понимал украинский. Он сейчас, правда, изменился. Он стал немножко более таким, я сказал бы, подальше от суршика, все ближе к западенству туда. Если раньше был вертолит, то на сегодня великоптер. Ну, вертолёт имеется в виду. То есть, как-то американизм и украинский язык тоже проникли. Зато стрекоза как за лупывкой была, так за лупывкой осталась. Вот это приятно. Хотя бы что-то я, так сказать, оставил из старого. Так вот, когда мы говорим о людях, у которых два, не один, два языка. Скажем, Канада, та страна, где английский и французский. Но они делят друг друга, всё равно они живут в мире, всё в порядке, но французская часть и английская часть, это как бы две разные части одной страны. Латвия — страна небольшая, где говорят и по-русски, и по-латышски, естественно, само собой. И английский тоже, я так полагаю, является тоже частью, государственным является, да? Нет. Просто является нормой. Или латышский всё-таки государственный? Латышский — государственный. Ещё есть латгальский. Давай белый ещё больше запутай, всё. А как, да, латгальский — это что такое? Мокер у нас латгальский, на мокер. Это, ну, скажем так, как есть... Он сейчас выргулся, я так понимаю. Я сам не понимаю. Не-не, ну, в смысле, вот, знаю, там, Великобритания, есть в Ирландии. Ну, типа... А, диалект. Диалект. Но что латгальцы — это не диалект, у них своя письменность. В принципе, ну, литерарес... Литературный язык. Литературный язык латышский, в принципе, вырос из латгальского. Это часть, которая... С гордостью на этом счёт. Да-да-да. Потому что он латгалец. Латгалец, да, я латгалец. А, ты ещё дважды белый человек. В этом коллективе... Это непросто. Не-не, ну... Не только в коллективе, в стране. Да-да. Осмелюсь. Ну, вообще, в Латвии... Он единственный латгалец в стране, понимаешь? И у него есть письменность. Не-не, ну, в смысле, языки Латвии, как бы, делятся ещё в четыре, как бы, такие саб-региона, где вот эти, ну, то, что диалекты, как бы, выделяются. То есть, четыре диалекта в латвском языке. Да-да-да. О, я, кстати, не знал об этом, правда. Маленькая, вроде бы, страна территориальная, да? Какое население в Латвии? Ну, удаленькое. Уже непонятно сколько. Кто-то сказал, что около двух, да, но наверняка меньше. Два миллиона и при этом четыре наречия, да? Четыре диалекта. Ещё русский есть там. Ну, это понятно, да. Больше половины. То есть, получается, уже... Больше половины? Да. Ну, нет. Нет? Кстати, панджельский, польский тоже есть. Ну, это понятно. У меня, например, и фамилия Жуковский. Теперь было Жуковский. У меня написано Жуковский, извини. Я читаю, как написано. Не хотел обидеть, конечно, Латгальца. Ни в коем случае. Я к чему об этом спрашиваю? Просто всегда интересно, когда люди на каком языке мыслят, на каком языке рассуждают, да? Какой язык первый приходит в голову, когда какая-то мысль, утром проснувшись, рождается мысль? На каком языке? На русском? У меня? Да. На русском. Ну, у него на гальском, я понял. У меня тоже на русском. На русском. У тебя на польском, естественно, да? Нет, у меня тоже на русском. На русском. В таком случае, получается, вы русские? Ну, в таком случае, получается, мы русские. Как-то латышеско-подданные русские? Или как правильно сказать? Вы же латышами нельзя называть? Мы латыши все. Вот этим особенно наша страна. Латвийцы? Мне нравятся латвийцы, наверное. Латвийцы тогда. Да, наверное, латвийцы. Тогда латвийцы, как и россияне, и русские, да, делятся это одно с другим. Вот латышами, да, нас не назвать, но когда мы приезжаем в Россию, мы понимаем, что мы тоже не русские. Да почему? Ну, как бы, есть отличия. Я когда жил в Литве, мне говорили, эй, русский. В Литве? Да, я жил в Литве. Нет, тебе в Литве говорили, что ты русский? Мне говорят, эй, русский, уезжай в Россию. Когда я приехал из Литвы в Россию, мне говорят, эй, литовец, что ты приехал? Ну, нормально. Ну, типа. Это как евреи, которые мотнулись в свое время в Израиль. Тут они были евреями, там они русские. Никуда от этого не деться. Ну, в общем, ладно, тема на самом деле не особая. Я просто хотел чуть-чуть копнуть вот эту историю самоощущения, что ли, да? Самоидентификации какой-то. И все главное ощущать себя человеком. Молодец. А остальное-то? Молодец. Вот ты сейчас очень правильные слова сказал, поэтому надо петь. А вот то, что вы замечательные люди, мы это уже поняли. И аудитория это понимает, и чувствуется это через микрофон очень хорошо. Поэтому давайте петь дальше. Мой город, ребята. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Апофеоз оркестра. Погнали. Не грусти, не думай о плохом. Солнце засияет новым днем, и все беды исчезнут, как сон. Не надо создавать проблемы, не ищи резон. Город улыбнется, и печаль пройдет на радость всем людям. И даже в будни про серое клеймо забудем. Будем радоваться жизни, улыбаться шуткам. Просыпаясь с улыбкой, мы встречаем новые сутки. Увидев это, мир крепко жмет нам руки. Оптимизировать мозги, оптимизировать все действия. Казалось бы, и я тону в трясине Бабилона с головой порой. Но нет, не тут-то было. Я расправляю крылья и лечу. Моя свобода, я свободна, как и ты, и ты, и ты. Если душа чиста, родятся светлые мечты. Дыши надеждой полной грудью. Так с ней спеши. Улыбнуться утро и просто радоваться жизни. В сне мой бой со мной тоскует по теплым летним вечерам. Когда спокойно все и ничего делать не надо. Когда закат уже отыграл свою, но спать еще рано. В особене дурмана город. Со мной тоскует по теплым летним вечерам. Когда спокойно все и ничего делать не надо. Когда закат уже отыграл свою, но спать еще рано. Когда настанет утро над моим городом, шепотом тихо все кругом. А я не сплю этим утром Воздух прозрачный, но совсем не хочется курить Меня не напрягает это И я двигаюсь в ритм По улицам пустым шаг, за шагом, за шагом шаг Скоро здесь люди закишат, замельтешат И кофе, ароматы, запах утренних газет Пора вставать, уже ведь скоро Самое время вставать Подъем, куда идем мы? Порвав оковы комы, как новорожденные Каждый шаг с трудом дается Каждый вдох, но стабильно и ровно Работают моторы, мы готовы К новому дню, готовы жить мы Через бесчестные игры На пути к вершине мы идем Нас не остановить, мы полный сил И нам ни капли не страшна рутина Мой город со мной тоскует По теплым летним вечерам Когда спокойно все и ничего делать не надо Когда закат уже отыграл свою Но спать еще раз Воздух не не думал Мой город со мной тоскует По теплым летним вечерам Когда спокойно все И ничего делать не надо Когда закат уже отыграл свою Но спать еще рано Спать еще раз Сергей Сергеев предположил, что в Латвии все друг друга знать должны Ну если 2 миллиона населения Когда сравнение с Москвой В которой уже за 20 перевалило То наверное да Но мне кажется, что Давай, включаю Мне кажется, что очень уютная страна И очень комфортно там жить Даже вчера на концерте в Джауда Половина клуба были представители Латвии Правильно, которые здесь Это были мы Остальная половина зашли Посмотреть на первую половину Нет, ладно Ну вы не прибедняйтесь Там было хорошо Может быть не биток Но достаточное количество людей Я вам скажу так Летом Летом В Москве, в Питере Собрать 100-150 человек в клубе Это уже достижение Чтобы вы понимали Тем более воскресенье вечером Тем более Тем более воскресенье вечером Так что все было очень хорошо И мне кажется Вы зря вот так Все прекрасно Все прекрасно Все прекрасно И сегодняшний эфир Это тоже подтверждение Того, что все Прекрасно Да, еще Вот Вилли подсказывает Сейчас еще время фестивалей Сплошных Сплошных Хочу немножечко Откорректировать фразу Которую я сказал По-моему нашествия Я сейчас не говорю о том Что там все Люди без мозгов Но, к сожалению Большая часть людей Едет на фестивале Такого большого масштаба Не только нашествия, кстати И Кубана в том числе Не для того, чтобы музыку слушать А время провести Набухаться хорошо Если мальчик одинокий И встретил одинокую девочку То понятно, что эти три дня Они, в общем, да Музыка уже мало интересная Правда В фестивали едут На фестивали Вот в этом и проблема Меня лично это всегда смущает Не потому, что люди бухают Бога ради А просто потому, что фестиваль На мой взгляд Это показ Показ чего-то нового Показ чего-то интересного Более того Если фестиваль каждый год Меняет свой лайнап И там много и много Новых музыкантов появляется То надо на это ехать Смотреть живьем А вот фестивали Такие уже старые Мощные, скажем так Которые много лет существуют Туда приглашают чаще всего Ну, ради заработка Естественно, хедлайнеров На которых приедут Вот приехала группа Алиса, например При всем уважении Армия Алиса Это та аудитория Которая ждет Когда выступит Кинчев Если это случается Во второй день Они все вместе После концерта Алиса Собирают шмонатки свои И уезжают в фестиваль Я сам это наблюдал Я стоял практически Опешивший Когда толпа Ну, человек Тысяч пять, наверное Вышагивала гордо Крича Алиса Уезжала с фестиваля Нахрена, простите Вы сюда приезжали Чтобы послушать 357-й тысячный раз Как поют Кинчев Одни и те же песни Нам, кстати, в Латвии Это вообще не знакомо Нет? У вас такого нет? Не бывает А как у вас Как у вас фестиваль происходит? О Ну Происходят по-разному Палатки плавают В воде Это нормально, да? Много разных групп Из разных стран В основном из Европы Америки, конечно То есть у вас все фестивали Международные получаются? Ну да То есть таких Исключительно для своих Латышских групп нет? Ну Наверное, есть Но это Или просто групп немного Так, чтобы заполнить Шлягерные Не-не, ну Групп хватает У нас в Латвии каждый поет А если не поет, то танцует Да У нас есть дзесмос в Латке Праздник песни У нас что, праздник песни Когда там 10 тысяч людей Поют одну и ту же песню Нет, 15 15 тысяч людей Все 15 тысяч людей Одновременно А где это 15 тысяч? На фестивале? У нас Да На нашей эстраде Все в нарядных костюмах На традиционном Народных А, это народные Это все народные музыки Да, раз в 4 года Это не просто музыки Это именно Вот это хоровое пение Приезжает куча-куча народу И все поют хором Да-да Но возвращаясь У нас в ланап не берут И типа местных Ну, есть разные Сами понимаете Население 2 миллиона Там, ну, как бы Но каждый Вам, мужики, стараться надо Да Вам надо стараться У нас с программой Демографии Под повышение Все уже вроде нормально А у нас тоже Открыли шлюзы Открыли такие? Да Все, давайте уже Сейчас на лодках Он другой имеет в виду Я не знаю, что он имеет в виду Я считаю, что вас должно быть больше Мне кажется, что надо, чтобы Население страны За счет алжирцев Не хотелось бы Я же вам говорю Мужики, старайтесь Зачем алжирцы? Вы же сами можете Сильные, крепкие, молодые Вот, басист смог Смог однажды, дважды? Однажды Пока однажды А что, дети только у него? Да Да ладно Они при этом говорят Нас 2 миллиона, парни Мне кажется, вы зря время тратите на музыку Вам делом заниматься надо Смотри-ка Тут вот интересное есть сообщение от Элителя Никова Превосходное сочетание музыки и вокала Осталось до конца программы Чуть больше 15 минут Илья заметил такую деталь Что у вас великолепное сочетание музыки с вокалом Великолепное просто Спасибо Спасибо огромное А почему Элита так напряглась? Это комплимент был Я от восторга обомнела Вы читаете эти комментарии И у меня аж мурашки Я... Да Такого нам еще никто не говорил Да, да, да Пускай он пришлет Мы шокированы тем, что... Адрес мы вышлем ему диск Подпишем его сами Это очень приятно Это очень приятно Вам никогда не комплименты? Нас обычно плохо принимают Нет, подожди, подожди, подназад Вам комплиментов не говорят? Я не понимаю, почему У нас как-то, ну, не хвалят, а так, типа, ну, нормально Ну, вообще, на самом деле, да В Латвии публика весьма... Мы даже жанр обозвали Nordic Reggae Да, у нас критики назвали Nordic Reggae То есть в Холодной Reggae Так, может быть, мы зря нарушили традицию? Так, ну-ка, давайте писать все спокойно, без эмоций Нет, нет, пожалуйста, вас умоляю Хватит, хватит Мы приехали в Россию, наверное, именно за этим, за... За комплиментами За комплиментами, да И очень правильно сделали Комплиментов огромное количество Потом почитаете всю переписку Вот все, что писали сегодня под эфиром Убедитесь в том, что там много чего Ну, я не читаю многие сообщения, потому что они одноплановые Шикарно, роскошно, великолепно И так, ну, чего, это и так понятно По моим глазам начали Захар покраснеет, я буду смущаться И все, и на этом все, пение закончится И пропадет вот эта замечательная идиллия между музыкой и вокал Давайте дальше, что это будет? Давайте Эскимо? Да Чисто летняя сага А мы две песни еще спрятали Конечно, именно на две и время Эскимо, да? Окей Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Апофеоз оркестра Поехали Посмотри, какой сегодня хороший день Откровенно лень что-либо делать Мое тело манит тень И ты, мы с лимонадом посидим И помечтаем молча рядом И я не буду скрыть Свою радость, когда все ровно Если только ты захочешь Могу каждую деталь нарисовать подробно Бом-бом-бом Мы с тобой вдвоем Бом-бом-бом В городе Большом Бом-бом-бом Мы песней поем Мы идем и поем А если ты в городе Большом, то и смотри по сторонам Машины, светофоры, витрины, рекламы И толпы людей, спешащих по своим делам И тут и там, а в парках уже рассмели тюльпаны И солнце печет, слегка весна, вот все кипит Это не остановить никак, не остановить Все будет так, как должно быть в своем ритме Так радуют глаза красок яркая палитра Игромно в 12, ноль, одну Все предстанет перед тобой, все как наяву Ты громко крикнешь, его в марак упадешь И вдруг ты начнешься, ты все поймешь Как будто все замерло, как вдруг упало на дно Но не справиться с этим ни в одном Кимоно сразило напрочь, как с самым мощным снарядом Ты захочешь насладиться моим лимонадом Бом, 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 мы с тобой вдвоем Бом, 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 в городе большом Бом, 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 мы песни поем Мы идем и поем Мы идем и поем Бом, 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 мы с тобой вдвоем Бом, 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 в городе большом Бом, 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 мы песни поем Мы идем и поем А у фонтана сал системы Мощные колонки, мы позитивную музыку Вам играем громко, всех так качает Этот весенний дамс-холл, даже уже есть на траве Танцующие босикомы, на скамейках по брюки Качают головами, не забросили чтения Гассеты варежки в дизайне После такого чуда ничего не надо Нам и можно съесть вдвоем мороженого Целый килограмм Ага А может быть и два А может целых три Мороженого никогда не бывает много Эль-Сима Эль-Сима Бом-бом, мы с тобой вдвоем Бр-бом-бом, в городе большом Бом-бом, мы песни поем Мы идем и поем Мы идем и поем Бом-бом, мы с тобой вдвоем Бом-бом, в городе большом Бом-бом, мы песни поем Мы идем и поем Все мы валим. Думаю, что вам будет очень любопытно узнать, где сегодня вас слышали. Я знаю точно, Канаду видел, уже видел, мелькнул. Опять-таки Казахстан, Лондон. Все здесь, все на месте. Ну, Россия, матушка, понятное дело. Очень хотелось бы увидеть, как можно посмотреть на тех, кто в Риге, например, сегодня слушает эфир. Поэтому, когда будут ребят петь, да, хотя можете прямо сейчас начинать уже писать города, в которых вы слушаете эфир. И на последние песни, соответственно, тоже пишите. И потом ребята почитают все комментарии и заодно увидят, сколько же городов сегодня, какая была география. Чего? Кстати, у нас есть страница ВКонтакте, и каждый, кто подпишется, получит плюс к карме. И диск! Не, вы рискуете. Дисков много? Народ сейчас кинется подписываться. Плюс к карме достаточно! Вполне достаточно. Хорошо, договорились. А, собственно, очень просто подписаться в самом анонсе на сегодняшний эфир в группе ВКонтакте. Название коллектива синеньким выделено. Здесь активная ссылка. Клик вошел. Можно подписываться. После эфира будут аудиоподкасты, будут видеоподкасты. Все это будет распространяться по сети. Так что мы постараемся сделать все возможное, чтобы вас как можно больше народу узнали. Вот пока мы с вами сейчас вот это вот трещим. Вот, пожалуйста, Семипалатинск. Это Казахстан, Архангельск. Курганская область. Астана, опять же Казахстан. Новгородская, Ульяновск, Тверь, Барнаул, Нижний Новгород, Монреаль, Канада, Лондон. Как я и говорил, Макеевка, Донецкая, Ростов. Ну и так далее. Пошла, пошла, пошла география. Вы должны понимать, что сегодня у вас аудитория, ну, примерно, как население Латвии. Самый большой концерт, по сути дела, вы сегодня даете. Ребятки, у нас, правда, осталось совсем чуточку времени. Восемь минут, даже семь. Песня у вас будет минутки на три, судя по всему, финальная, да, три-четыре. Поэтому позвольте мне тоже кое-что, не вопросы задавать, а кое-что вам сказать. Очень хочется. Вот тянет меня что-нибудь сказать. Поэтому не могу. Когда тянет, не могу сам себе в этом отказать. Вы замечательные и светлые. Вот что очень важно. Я, когда вижу людей, мне всегда интересно в глазки заглянуть. Даже если глаза уставшие, как у Риты, почему-то немножко такие. Все равно в этих глазах видна жизнь. А жизнь, зижень. А жизнь такая штука, которая дается человеку один раз, и ее надо прожить красиво. И надо прожить так, чтобы потом, после того, как ты покинешь шарик земной, остался какой-то следочек. Вы этот след уже оставили. Это, во-первых, я думаю, что след будет все глыбже и глыбже. Просто потому что, видишь, уже пять концертов было в России. Ничего. Мы с вами встретимся в следующий раз. Вы скажете, уже тридцать. Я практически в этом уверен. А в программу «Жилые коллективы» приезжают в следующий раз тогда, когда пишут новый материал, новый альбом. У вас будет, ну, как минимум, стимул для того, чтобы... А когда, кстати, в планах новый альбом? Через два месяца. Это рано. Это в планах. А в реале будет через месяц. Не пугайся, я шучу. Нет, серьезно. Когда ваши поклонники, когда теперь новые ваши поклонники в том числе могут надеяться? Мы когда начали играть, мы очень долго не могли приступить к записям. Вернее, нам очень не нравилось то, что получается. И, в принципе, только сейчас начало что-то получаться на наш взгляд. Возможно, мы там требовательные, или, возможно, сводить никто не умеет. Но вот у нас скопилось достаточно много песен, которые просто надо записывать. Что-то, естественно, записывается старое, уже игранное, уже надоевшее. А что-то придумывается. Иногда проще придумать что-то новое, чем записать старое. Это да. Да, новинки подпирают. Много новинок, да? На альбом хватит уже? Думаю, что да. Отлично. Отлично. Ну, вот будет новый альбом, тогда, естественно, будем как-то заново общаться на предмет того, да? Вот у меня Алексей Доров написал, у меня в Англии дауга впился. Ну, мне сам подход нравится к человеку. Он живет дауга впился, а чувствует себя коренным англичанином. А может, наоборот. Или наоборот живет в Англии, да, а чувствует себя гражданином другой страны. Тоже старей, наоборот. Так тоже может быть, кстати, вполне. Спасибо вам за то, что были здесь. Спасибо, что... Кстати, тогда такой момент. Вы же вчера играли концерт. Да. А уезжаете когда? Сегодня. Сейчас. А вы задержались в Москве, получается, ради того, чтобы сыграть здесь? Я думаю, что это должны быть отдельные овации, отдельные аплодисменты всей аудитории своего радио и программы «Живые». Просто потому, что сыграть концерт и... Хотя я понимаю, почему вы задержались. Вы оттягиваете момент встречи с эстонской таможней, как я понимаю. И, наверное, и, наверное, в этом был смысл. Надеюсь, вы провели сегодняшний день после вчерашнего концерта. Хорошо, и вечер, надеюсь, у вас задался. Хотелось бы в это... Спасибо. Очень. Да. Очень, да. Я теперь знаю, как по-латырски сказать «да, очень». Очень, да. Завтра в программе «Живые группы Кардио Бит». Кстати, коллектив казахстанский в свое время. Они, ребятки, давно уж переехали в Москву. Теперь я уж не знаю, как... Кто они? Москвичи, россияне, то бишь, или казахстанцы. Как они себя позиционируют, не знаю. Завтра, собственно, об этом поговорим. А по филосоркестр сегодня заканчивают свою программу. К сожалению, какая это будет песня? Овощи. Хороший финал, как я понимаю. Всем пока, до завтра. Встретимся в этой студии в это же время. Будьте здоровы. Поехали. Спасл моя жизни – это овощи. Мне не нужно помощи, только овощи. Только овощи. Я раньше любил пельменев, ел на завтрак, обед и ужин. Я ростолстел, как борец у моста, никому не нужен. И от депрессии я начал есть больше и чаще Чтоб не глушить голос внутри о помощи кричащей Я толстел и толстел, потел и много весел Пацаны со двора меня прозвали Я обижался на них, плакал в подушку и снова Ел, ел, толстел, снова ел, еще больше толстел Баклажаны, огурцы, помидоры и морковь Укроп, петрушка и кинза, моя любовь Болгарский сладкий перец, семтерей, кабачок Репчатый лук, чеснок, бобы и горох Баклажаны, огурцы, помидоры и морковь Укроп, петрушка и кинза, моя любовь Болгарский сладкий перец, семтерей, кабачок Репчатый лук, чеснок, бобы и горох А есть еще грибы, всякие разные грибы Чтобы не любить грибы, надо быть тупым Есть гриб-козляк, лисичка-боровик Белый гриб-рыжик, цезарский гриб Гриб-зонтик, белый гриб-зонтик Пестрый шампиньон, горькушка, сморчок высокий Есть гриб-шидаки, опенок луговой, грусть настоящий Труфелетний, труфелетальянский нос Смысл моей жизни это овощи Мне не нужно помощи, только овощи У моего деда в деревне растут на грядке помидоры Огурцы, картошка, кабачки, много чего другого Заходил поесть, сорвал, вытер, съел и сыт Органик фуд, какие нахрен пестициды? Здоровая еда, значит здоровое тело Посмотри на моего деда Дед все правильно делает Овощная диета лучше всего с боков сгоняет сало Овощи, мир, о котором мы знаем так мало Овощи, мир, о котором мы знаем так мало Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok